Привет. Мне так обидно, да слез прям. Мало того, что мы вчера поругались с мужем в 12 часов ночи. Не поругались, а я просто накричала на него, потому что в 12 ночи я спать хочу, а он до сих пор телевизор смотрит, еще и чем-то со мной разговаривает. Еще я утром вскочила, не успела с ними уехать, сказала, ладно, на автобусе уеду. Забыла свою сумочку с едой, вернулась обратно, вышла, автобус прошел. Прибежала на вокзал, представляете, поезд стоит, я нажимаю кнопку, чтобы открыть дверь, на ней не открывается, потом поезд уехал. Вот и все. Я опять буду с опозданием на работу. Вчера никто этого не заметил, а сегодня, как бог решит. Вот. Девочки, я сейчас нахожусь в аэропорту, очень много людей, я жду свой самолет. Вот. Скоро должен прийти мой самолет. Вот. Потому что... Эй, не поли-кассел мне. В аэропорту надо. Я сейчас докажу, смотрите, я сейчас покажу, что я в самолете. Вот это вид из окна аэропорта. Я нахожусь в аэропорту Мюниха. Видите, это написано Мюнихаэропорт. Написано же, welcome to Мюнихаэропорт. Excuse me. Yes. Where is my flight, please? I will check it. Okay. I'm in the... Yeah, please. So, it's the... I'm from Russia. I go to... From the Nice. I go to Australia. So, I just want to know if my luxury place is ready. Your private plane is ready, madame. Okay. Thank you very much. And it's you who... My number two. Okay. Thank you. And I have the message there. And your personal hostess? Okay. Thank you very much. Can you come with me, please? А, это не по лимолину. Давай, тихо. Так, мы проходим местницу на аэропорту. Это мои, значит, приватные... This is the private message. А, это не тот день, который был вчера, а это тот день, который сегодня. Потому что вчера меня муж забрал с работы, я уснула в машине, потом он меня перенес в кровать, я спала в кровати. Он меня разбудил, покормил ужином, и я опять легла спать. Поэтому сегодня пятница, отличный день. И я решила не рисковать и не ходить больше на какой-то там поезд, на какой-то другой автобус и прочее. Просто сяду на автобус и нормально поеду на работу. Потому что в последнее время такие фишки, как изменить свой обычный путь и прочее, со мной не срабатывают. И я решила, пусть сегодня будет просто обычный, беспроблемный день. Короче, мы хотим вдвоем. А вышла моя фотка или нет? А у тебя красивая получилась. Нажимаешь меня? Давай. Нажимать? Так не дергайся. Это где? Что-то они на Канны не похожи. А моя распечаталась или нет? Да. Я сделала себе закладку вот такую для книжек, понимаете? Как будто это я где-то стою там в Каннах. Как будто давно не была в Каннах, а тут вот приехала и стою где-то в Каннах. Это закладка будет для книг. А она до сих пор недовольна своей фоткой. А вдвоем будем? Давай. Давай. На самом деле это называются меркантильные вопросы. Нам постоянно дают какую-то фигню. Сейчас какое-то зеркальце дали. Но это не фигня, а красивое, кстати, зеркальцо. Но нет, я говорю фигню, я имею в виду, что много всякой войны и странной. А вот это, знаете что? Вот можно показать, можно подумать, что это карандаш, да, обычный. Но он и есть карандаш. То есть его можно поточить, в принципе, использовать как карандаш. Вот так, наверное, виднее было, да? Вот вроде как карандаш, потому что здесь грифель есть. Но если посадить его этой стороной в горшок, то вырастет цветок. Мне кажется, это замечательная идея. Мы попробуем сделать это с детками, посмотрим, что из этого вырастет. Они ходят по стендам, а что-то собирают. Вот дали вот такую вот штучку, типа блендер. Пойдем еще посмотрим, что тут есть. И куда она делась? Куда делась Лена? Исчезла, блендер. А, хотела тебя застукать за плохим каким-нибудь действием, а ты просто тапочек папину украл. Еще одна миссия закончилась. И еще один бейджик в мою коллекцию бейджиков. А сейчас я пойду что-нибудь поем и пойду посмотрю. Вроде как Тео должен был приехать на фестиваль книг в нашу маленькую деревню. И если они действительно там, то я пойду быстренько. Посмотрю, чего они занимаются. Но сначала я бы хотела найти какую-нибудь еду в доме, если это возможно. Я очень голодная. Фиг там. Ничего нету в холодильнике. В холодильнике моем шаром как прокатило. Я вообще-то не забыла, что там когда-то что-то было. Пойду голодная. Ну, заодно сыну, посмотри, заодно быстренько по магазинчику. Там пройдусь и куплю себе какой-нибудь скумбрии или еще что-нибудь. Мне хочется жирной какой-нибудь рыбки. А я хочу кушать то, что я хочу кушать. Я как-то в одной из книг по достижению успеха, кажется, Мрачковского увидела такую фишку, которая называется «Колесо жизни». Ну, суть такова, что там было колесо нарисовано, расчерчено на какие-то части. И в одной части это было ваше здоровье, в другое отношение в семье, в третьей работе и прочее. И он говорил, что для того, чтобы быть полностью счастливой, нужно как бы на 100% их наполнить. Так вот, я обнаружила... Что я сказала вообще? Так вот, я обнаружила такую интересную вещь, что как только я начинаю работать, значит, поднимаю как-то свою финансовую точку. Поднимаю эту не точку, а вот эту параболу, да, финансовую поднимаю. То тут же у меня опускается все, что касается дома. Сейчас показывать не буду, но бардак бардаком. Сейчас сбегаю, быстро какой-то еды куплю, сына поищу там в этой толпе. И потом прибегу и покажу вам. Будем убирать вместе, в ускоренном темпе. Вот видите, это те самые улицы, которые вы видите ежедневно у меня во влогах. Превратились на целых три дня в самую настоящую книжную ярмарку. Здесь можно встретить и писателей, и поэтов, и просто любителей почитать как старые, так и новые книги. Но сегодня не так много еще людей, потому что открытие было только сегодня. А вот суббота и воскресенье обещают быть жарким. Центр города, конечно же, перекрыт. Езжать на машинах сюда нельзя. Поэтому с другой стороны города немножко бардак. Ну, может быть, мне это и на руку, что не так много людей я смогу найти своего сына. Что-то я уже полчаса тут бегаю, бегаю, найти своих детей. Ну, в смысле, класс их не могу найти, хотя уже несколько классов из других каких-то школ встречал. Пойду к замку, потому что сейчас время обеда, и, может быть, они сели и что-нибудь едят. Потому что, по идее, им должны были сегодня сэндвичи приготовить, и они, типа, должны пообедать где-то на травке. Поэтому схожу к замку, поищу его там. Цель, нашла. Тут такая куча детей невероятная. Просто их, наверное, где-то тысяча. Я его нашла. Наверное, по пятницам они сначала школы выгуливают, а потом, получается, в субботу и воскресенье уже будет основная выставка. А вон класс-то его опять идет, опять на них нарвалась. Ну, хорошо, что я его нашла. Блин, я совершенно не понимаю, что же мне делать. Мне приходят различные миссии уже на Нуэль, на Рождество хотят меня забронировать. Но проблема в том, что у меня до сих пор нет ответа на вопрос, взяли меня на обучение или нет. А должны были в конце недели ответить. Конец недели, сегодня. Сегодня пятница, и сейчас 13 часов 40 минут. Я не знаю, что позвонить, спросить, потому что... Хотя, наверное, если не написали, значит, меня не приняли. Два часа дня. Больше не могу. Пошла поразбирала почту, тут какой-то журнальчик мужу прислали, досье семьи. Ну, типа, как выбить деньги из государства, наверное, да? А мне пришла вот такая вот книжечка из Украины, сейчас вам покажу, что там внутри. Очень просто, я познакомилась с этим парнем в Фейсбуке. И он сказал, что он написал книгу, Ростислав Яцун, и он выслал мне вот такую вот книгу по питанию и упражнению. Ну, чтобы подтвердить немного мою, как это сказать, мою, что мою? Мою уверенность в себе. Он даже здесь о себе, кажется, написал. Меня зовут Ростислав Яцун, и я эксперт по питанию и упражнениях. Если книга у тебя в руках, ты уже осознанно решил изменить свою жизнь. Не буду удивляться ими регалиями, званиями, медалями. Важность питания и движения в нашей жизни также нет смысла обсуждать. Перехожу сразу к делу, я уверена, у тебя все получится. Не усложняй, начни сегодня. Ну, у меня, скажем так, не сегодня. Я уже начала и достигла серьезных успехов по сравнению с прошлым годом, поэтому пусть она у меня просто вот где-нибудь вот тут побудет, потом прочитаю. Ну, а сейчас самое главное, снимаем тапочки, одеваемся в обувь, потому что за неделю моего отсутствия в доме такой бардак, что надо что-то делать. А это, кстати, мои подарки. Тут куча всего. Мне дали мяч вот такой, ну, у меня уже есть, вон он, красный мяч. До этого был фиолетовый, но его сдули. Это я салфетки забрала, мало ли пригодятся. Ручку вот такую мне дали. Где она тут открывается? Одной рукой сложно хвастаться. И вот такая вот ручка. И вроде она даже несколькими сразу может писать, там, и красными, и черными, и синим. Еще там у меня кучка каких-то подарков здесь. Beauty Blender. Где-то там парфюмчик, зеркало есть. В общем, неплохая у меня такая работа. Ну, для начала нужно взять мой черный костюм и сразу бросить его в стирку, потому что завтра меня ожидает другой пост. А я вот парфюмом не очень пользуюсь, зато очень люблю, когда от меня пахнет свежестью. Поэтому надо его постирать. Отделать спортивную одежду я постараюсь убрать в кухню, потому что здесь... Закройте глаза, а теперь откройте. И знаете, что можно было бы обвинить моего мужа в негодяйстве, что он вот так вот запустил буквально кухню. На самом деле все намного проще. Муж все это время сделал закупки продуктов, следил за детьми, продолжал работать на трех работах, вводить их на разные кружки, еще и готовить еду не только детям, но и мне. Поэтому обвинять его в излишнем бардаке я не буду. Но работы действительно очень много. На самом деле это кажется, что бардак неимоверный, из-за того, что там кастрюли эти остались, а все, что было наложено, это сегодня утром мы натворили, потому что мы сегодня так бежали, так бежали. Но зато вам предстоит посмотреть обускоренные съемки тайм-лапс уборки кухни. Поехали! Понятно, что это не самое лучшее, что может случиться в жизни человеку, когда такой бардак, но обвинять мужа все равно я не буду, потому что, знаете, он слишком много делает для семьи, еще и если это ему предъявляетесь в прецензии, то это будет просто ужасно. А мне ничего не стоит, просто взять и иногда навести в хорошем порядке, поубирать, помочь как-то, да, ему, уж не знаю, кто из нас, кому помогает. Все машины работают, стиралка работает, посудомоечная работает, как хорошо, когда вот такие помощники есть. Но это еще не все, это была только кухня. И, кстати говоря, не все поместилось. Здесь еще настала целая гора какие-то кастрюли, которые, в принципе, можно взять и руками помыть, но у меня есть некоторые предметы, там, ванны, которые я тоже хочу помыть в посудомойке, поэтому потом все вместе сложим. Но самое главное, ребята, это непорядок. В любом случае, мне нужно каким-то образом до пяти вечера успеть пропылесосить и помыть в этот раз пол. Потому что, по моим наблюдениям, пол, ну, пылесос плюс помыть, занимает примерно час. А уже четыре часа. Если бы это был только пылесос, берешь такой, типа, и только пылесос, а на самом деле все не только сложнее. Пока ты пылесосишь, ты должен еще услышать, не постирала ли стиральная машинка. Потому что, если она постирала, то неплохо было бы... Вот, она через две минуты должна закончить, то неплохо было бы выложить, вытащить сразу одежду и повесить ее сушить. И если одежда наконец-то постиралась, то нужно ее вывесить, сушиться. А одежда у меня там неделю копилась. Ну, я периодически пыталась что-то делать, там, вечером на гости приходишь с работы, пока ты туда-сюда, думаешь, быстренько одежду простерну и высешу. Ну, так как на улице уже темно, то думаешь, утром ее тогда вывешу. А потом утром просыпаешься, и начинается... А-а-а, почисть зубки! Вы почистили зубки? Вы, понимаете, волосы расчесали? Потому что по-французски это звучит одно и то же. Ну, как бы расчесывать зубы и расчесывать волосы. Ну, да, я считала, что французский язык намного богаче, чем то, что я сейчас вам сказала. Так, и рубашку сейчас закину в стирку. Да, пылесосила наконец, но там уже вторая часть белья постиралась. Но я решила выпить кофе немного. Я понимаю, что уже не время, уже 5 часов вечера. Ну, я слабенький, водичкой разбавляю его. Это, кстати, даже никакая и не одежда. Это всякие коврики. Коврики с детской леночки, коврики с ванной, коврики с туалета. В общем, коврики постирала. Тут так хорошо на улице просто. Даже не хорошо, а жарко. Поэтому кофе на улице попью. И продолжим. Такая-то удобная штука была. Ну, швабры вот так вот ставишь. Потом нажимаешь, и оно ее вот так выжимало. Жужу-ка ее сломал. Теперь приходится обычное мыть. По двум причинам. Первая, потому что эта штука не продается. Швабра отдельно не продается. А если брать ее в комплекте, там 50 евро она стоит. Ну и, в принципе, не покупая. Пусть Жужу покупает. Он сломал, пусть он и покупает. А пока помучаюсь. Вообще ничего общего, конечно. Эта штука не предназначена для того, что я делаю. И тем не менее, я так делаю. Я добавляю совсем немного этого средства, которое называется парижский шик, в ведро, не парижское, и без шика. И этим мою пол. Пусть у меня пахнет парижским шиком в доме. Потом берете в ведро с парижским шиком, опускаете швабру, которую вы мучаетесь, и вы не хотите ее менять, просто чтобы доказать мужу, что он должен ее купить, раз он ее сломал. И налываете свои совсем не парижские полы парижскими запахами. Ага. И все-таки думаю, блин, ну вот как оно так делает? И с детьми сказки читает, и потом на уборку делает, и на работу ходит. Какая молодец! Откуда у меня столько энергии? Я же не буду им на камеру говорить, что я только что кофе попила, а потом целый час на весь дом храпела. Сейчас вот здесь домовые полы. И самое важное, это помыть вот эти окна. Нужно будет. А история у этих окон весьма печальная. И вы спросите, а что такого может быть с этими окнами? Ну не печально, а просто рассказать небольшую предысторию. Мы с детьми по вечерам читаем сказки. И читаем сказки моим артистичным голосом. В принципе, ты его мог бы и сам почитать, но так как мои таланты театральные нигде не были больше признаны, я их использую в чтении книг. И они так это любят. Но у меня иногда просто нет на это сил. Я раздражаюсь из-за бардака, говорю, сегодня истории не будет, потому что был бардак в доме. Так вот, несколько дней назад Тыл захотел мне помочь и показать, что он заботится о маме. И поэтому он взял тряпочку кухонную, ну и поняли, да, и помыл эти окна, столы, мебель, все одной тряпочкой. Ну, не получилось немножко, но винить я в этом не буду, потому что никогда своего пацана не учила мыть окна попозже. Обычно женщины прибегают с работы и что-то сразу кидаются там готовить, еще что-то делать. А мой пришел, мясо нарезал, замариновал его с чем-то там. Все готово, типа вечером будем кушать. Ну и, конечно же, бардака сразу натворил. Все, что накупил в магазине, тут же выложил здесь, даже холодильник насложил, масло, например. А, я приглашена на спектакль. Здравствуйте. И где мне садиться надо? А вот. Ага. Я готова. Субтитры сделал DimaTorzok Только знаешь что? Там безбилетники. У него же нет билета. Ну, только у него билета нету. Или апаттики, по-моему, спектакль. Собака. Пришел без билета. Собака. Угу. Как колдун какой-то. Капуста с мясом. У него, конечно, стоп. И с соевым соусом. Собака. Собака. Собак. Собака. Собака. Продолжение следует...